за несколько лет. Европейский футбол открыл перед Шарлем свои врата в 2007-м, когда африканец оказался во второй по силе французской лиги в клубе Лебурн. Полузащитник очень быстро прогрессировал. Ему потребовался всего год, чтобы освоиться и привыкнуть к новым футбольным реалиям и получить приглашение в титулованный Олимпик Марсель. Меня особо ничего не держало на родине. Я рано потерял отца и не знал своей матери. У меня были немалые проблемы, и я почти потерял надежду вырваться из замкнутого круга. Как вдруг на горизонте появился шанс поехать и показать, чего я стою. И я поехал без раздумий. Я думаю, покинуть страну было улучшено для меня решением на тот момент. Пик карьеры африканца пришелся на сезон 2009-2010, когда его Марсель стал чемпионом Франции. Затем была Лига чемпионов и победа в двух подряд суперкубках страны. За Олимпик Кабаре провел 123 матча и отметился тремя мячами. За Кубань полузащитник провел 69 игр. Теперь новый вызов – амбициозный и играющий Краснодар. Евгений Резник, Кубань-24. К тренировкам в составе нового клуба Кабаре я уже приступила. Даже Финляндию летал вместе с командой на игру с Хиком. Но все-таки вопрос вызывает немного физическая форма игрока. Все-таки долгое время Кабаре пробыл вне игры. Но в том, что Краснодару он пригодится и несомненно поможет, в этом я уверена на 100%. Я с тобой, Мария, абсолютно согласен и предлагаю завершить вот наш такой большой Лига Европейский разговор. Но перед этим еще один итог. Итог голевое. Лучший бомбардир Краснодара в турнире пока Павел Мамаев. Четыре мяча на его счету. Дважды отличался Федор Смолов. По одному голу забили Газинский, Вандерсон и Гранд Хвист. И давайте вот в завершении Лигы Европейского блока каждый из этих моментов вспомним. И мы посмотрим нарезку всех черно-зеленых голов в двух первых раундах для них Лиги Европы. Лиги Европы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеемся, что после окончания группового этапа нам также будет что показать А на этом мы завершаем наш большой Лига Европейский Краснодарский блок Впереди еще немало о Кубани поговорим Но разговор этот будет во втором блоке спортивных итогов А у нас продолжаем спортивные итоги чемпионата мира по легкой атлетике Который уже завершается в Пекине В Китае в составе сборной России выступило 10 представителей Краснодарского края Это, конечно же, наш чемпион, барьерист Сергей Шубенков О нем чуть позже поговорим очень подробно В секторе для прыжков в высоту ждем еще одного выступления От Даниила Цыплакова в воскресенье В секторе прыжков в шестом Александр Гриппич остался без медалей В тройном прыжке неожиданно, неудачно выступила Екатерина Конева Без награды и Дмитрий Сорокин В толкании ядра вне призовой тройки Александр Лесной От десятиборца Ильи Шкуренева ждали, наверное, медали Сейчас он появится на наших экранах Но, к сожалению, не дождались Илья в субботу стал всего лишь четвертым Считанных баллов не хватило ему до бронзы Нина Морозова в женском барьерном спринте не порадовала И, наконец, от супругов копьеметателей Дмитрия Тарабина, Марии Абакумовой в Пекине Также ждали многого Но на пьестал вот эта вот пара, к сожалению, попасть не смогла Но зато на пьедестале, причем на высшей его ступени Сергей Шубенкол в пятницу вечером Он заставил радоваться всю страну Представитель Краснодарского края Принес первое золото турнира сборной России В финальном забеге на 110 метров с барьерами Сергей показал фантастические 12-98 Позади остались олимпийские чемпионы Экс-чемпионы мира А теперь на планете в барьерном беге новый лидер И за этим победным финалом мы как раз сейчас наблюдаем Начал Шубенков не очень хорошо Но посмотрите, что происходило во второй половине дистанции Сергей, как называют его иностранные комендаторы Шубенков опередил всех и финишировал первым Сергей Шубенков обновил и личный рекорд Установил новый рекорд нашей страны И о спортсмене, который, я повторюсь, принес России Первое золото чемпионата мира по легкой атлетике Мы не могли материал не подготовить Итак, смотрим о Сергее Шубенкове материал Золото чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров Для россиян задача нереальная Только задумайтесь За всю историю отечественной легкой атлетики Наши бегуны никогда не становились победителями крупных стартов В этом виде программы А уж про то, что из 13 секунд не выбегали И говорить не приходится Традиционно в барьерном спринте сильны американцы Мировой рекорд, кстати, им и принадлежит Так что имя Сергея Шубенкова для мировой общественности Стало неожиданностью А ведь пришел Сергей в легкую атлетику не сразу Много чего перепробовал Потом, как говорится, сама судьба привела Но и Гены, конечно, роль сыграли Мать спортсмена Наталья Шубенкова Советская рекордсменка в Многооборье У меня мама легкоатлетка И, ну, я тем не менее не могу сказать, что это вот обязательно от нее пошло Что это вот она заставила Или там она как-то поспособствовала Ну, нет, сам в свое время выбрал легкую атлетику Стало сразу как-то получаться Так, ну, не знаю, как-то понравилось Вот, видимо, у меня с самого начала душа к ней лежала А до этого-то я перепробовал много видов спорта раньше Ну, так, на уровне детских секций То есть там и футбол, и хоккей, и плаванием я занимался В легкой атлетике все от тебя зависит И, пожалуйста, там пробежал сам Прыгнул сам И вот как-то так И стало получаться, и зацепилось Но, кстати, в отличие от многих Барри Риста о большом спорте в детстве Даже не думал, мечтал о другом И учился другому Закончил два университета Я юрист И я бакалавр физической культуры Я не знал, что я буду со спортом свою жизнь связывать То есть я как бы тренировался Там, да, перспективный парень Ну, во-первых, детский спорт Сколько у нас было примеров, что он никому не нужен То есть пока я учился в школе Ну, там, на Россиях я где-то бежал, да Но это мне давалось относительно легко И не факт, что если ты, будучи школьником, там, бежишь, выиграешь в своей всей России Не факт, что потом ты во взрослой жизни как бы состоишься как спортсмен Поэтому я учился Поэтому я поступил в неспортивный университет Получал образование И, в общем-то, получал я его вообще просто прекрасно и замечательно И проблемы у меня начались только когда я уже понял, что все-таки Я не останусь просто молодым и перспективным А я во взрослой буду тоже пробиваться В мировую элиту легкой атлетики действительно пришлось пробиваться Впервые громко заявил о себе россиянин в 2012 году на чемпионате Европы в Хельсинки Тогда Шубенков уже в полуфинале обновил рекорд России 24-летней давности А в финале одержал уверенную победу После финской удачи был английский провал в Олимпийском Лондоне На главный старт сезона Сергей приехал в статусе претендента на медали Возможно, именно это и скружило голову молодому атлету В полуфинал россиянин прошел, а вот до финала добраться не сумел Реабилитировался Сергей на московском чемпионате мира В 2013-м его коронный финишный рывок принес бронзу И вот спустя два года золото Вообще же столько всего нужно еще и рекорды не бит И работать, и работать, и работать Не, мотивации-то предостаточно Вот, и мне просто как бы, ну, мне нравится быть легкоатлетом А еще Шубенкову, по всей видимости, нравится быть популярным Об этом говорит все Частые яркие интервью, съемки для глянцевых журналов Он это любит А не любит Сергей, кто бы мог подумать Игру номер один Есть люди, которым футбол нравится Которые его любят с удовольствием, смотрят Пускай смотрят Я к ним отношусь, наверное, так же, к людям, которые попсу слушают В принципе, вот против самого футбола Я ничего не имею Это отличная игра, вот сама по себе Но то, с каким она у нас антуражем, это все дело в России обстоит Ну, это вот, если, как вот чисто так, прагматически выражаться Да, там, цена-качество не соответствующие вообще Зато трибуны, улыбается Сергей В России заполнены именно на футбольных матчах Но в мечтах такие же аншлаги на соревнованиях легкоатлетических Для популярности своего вида спорта, согласитесь Сергея уже немало сделала А предстоит, как сам он говорит, еще масса работы Три первые цели для любого спортсмена Победа на чемпионатах страны, континента и мира достигнуты Осталась лишь одна непокоренная вершина Олимпийская, до нее чуть меньше года Мария Фолькова, Ирина Петенева, Кубань, 24 Что ж, с сюжетом про улыбчивого открытого чемпиона мира мы завершаем Первый блок спортивных итогов Впереди небольшая реклама Да, ну а после нее обсудим положение дел в футбольной Кубани Поговорим о старте хоккейного Сочи В розыгрыше нового регулярного чемпионата КХЛ Побываем на единственной в крае профессиональной площадке по гольфу В общем, будет интересно, оставайтесь с нами На телеканале Кубани 24 продолжается итоговая спортивная программа Факты спорта И в студии для вас по-прежнему работает Константин Примнов и Мария Фолькова Забыла свою фамилию Итак, блок номер 2 Начинаем с того же, с чего и стартовали блок В блоке номер 1 Это, конечно же, с игры номер 1 с футбола Но сейчас поговорим о Кубани Которая свой матч седьмого тура чемпионата России проведет в воскресенье Здесь, в Краснодаре, будет гостить лидер чемпионата России Московский ЦСКА Ну а на этой неделе, в понедельник Желто-зеленые гостили в Самаре Где на стадионе Металлург встречались с крыльями Советов До этого матча дела у подопечных Дмитрия Хохлова не очень хорошо шли Всего лишь три ничейных результата Остальные поражения У Крыльев, можно сказать, дела несколько повеселее были Потому что одна победа в их активе была Наш корреспондент Иван Полехин посмотрел на матч И все выводы подготовил Смотрим Начали гостевой матч футболисты Кубани вполне по-хозяйски Желто-зеленые сразу прибрали к ногам мяч И вместе с ним инициативу Первый голевой момент возник как раз у ворот Самарцев Ткачев подхватил мяч на правом фланге Протащил его пару десятков метров И пробил из выгодной позиции Удача полузащитнику изменила Но пропустили первыми именно кубанцы Перед, казалось бы, не опасным штрафным Александр Белинов уверенно командовал защитниками Но вот для него самого Это стандартное положение обернулось катастрофой Играя на выходе, он не добрался до мяча Его оплошностью воспользовался Станислав Драгун Остаток первого тайма краснодарцы провели в атаках Но в каждом моменте им чего-то не хватало К примеру, как в этом эпизоде, когда Шунич и Шандао помешали друг другу У нас с игроками еще очень много работы Порой мы ошибаемся И сегодня таких моментов было множество Но с другой стороны, я доволен качеством игры И тем, что мы реализовываем свои моменты Самое начало второго тайма И снова холодный душ для наших футболистов Крылья советов разыграли такую комбинацию Которой позавидовали бы даже игроки Барселоны На острие оказался Корнеленко Который шансов Белинову не оставил От этого удара Аршавин и компания отойти уже не смогли А вот самарцы забили еще раз И, кстати, снова очень красиво Ударом в падении дубль оформил Драгун Драгун! Мы по игре не реализовываем соревнования Допускаем какие-то детские ляпы по обороне 3-0 Разгром команды Хохлова и желто-зеленый коллектив Плотно обосновался на предпоследнем месте турнирной таблицы Уйти из зоны вылета футболисты Кубани попытаются уже в воскресенье Сделать это будет очень непросто В Краснодар приедет лидер премьер-лиги московский ЦСКА Иван Полейхин, Кубань-24 И продолжим о желто-зеленых разговорах Клубе вновь говорят, говорят много И говорят, как обычно, в последнее время не очень хорошо Во все муссируются слухи о якобы финансовой катастрофе О невыплате заработной платы О грядущих продажах ведущих игроков Так вот, Кубань жила, живет и жить будет Все разговоры о том, что команда на грани развала Пустые домыслы Об этом в пятницу на встрече с футболистами Тренерским штабом и лидерами фанатских движений Заявили вице-губернаторы Николай Далуда и Иван Перонко Куратор физкультуры и спорта в крае И также президент краевой футбольной федерации Встреча прошла по поручению главы региона Вениамина Кондратьева Вывод таков Экс-инвестор желто-зеленых Олег Мократычан из команды действительно уходит Но люди, готовые поддерживать, Кубань есть Сейчас уже у нас на выходе есть два потенциальных инвестора Которые готовы вкладывать уже не за счет бюджета Готовы сами свои деньги вкладывать в развитие футбольного клуба Кубань Что касается главного тренера, который якобы вот-вот уйдет Это миф Дмитрий Хохлов продолжит работать в родном городе Ему руководство края полностью доверяет Насчет задолженностей по заработной плате Это еще одна выдуманная история Распродажи футболистов, вопреки опять же слухам, не будет Все игроки, которые сейчас находятся в команде, здесь и останутся Мы все свои обязательства перед вами выполняем И будем выполнять Но хотим и просим ответные, адекватные реакции на наши дела Потому что мы тоже люди и мы тоже не можем, чтобы на нас там что-то там говорили Потому что наше терпение тоже может в конечном итоге завершиться Ну и еще раз напомню, ближайшая встреча Чемпионат страны в это воскресенье в 8 вечера На стадионе Кубань стартует матч с лидером первенства московским ЦСКА Продолжим о футболе разговор Но далее речь пойдет о футболе, наверное, для меня более красивом Футболе женском, в котором у нас есть определенные Я бы даже сказал, что отличные результаты Сборная Кубани стала победителем первенства страны Среди спортсменок до 17 лет В Челябинской области прошел финал турнира С кем бились, чего в итоге добились Самыми сильными юными футболистками страны Познакомился наш корреспондент Знакомьтесь, Наташа Становова Лучший голкипер страны в своем возрасте Возраст этот совсем юный Ей несколько недель назад исполнилось 16 Казалось бы, нервы в это время у девушек Не самые крепкие Однако это утверждение точно не про Наташу Именно она стала главной героиней Финального матча первенства России Против сборной Московской области Когда дело дошло до серии пенальти Она взяла решающий 11-метровый Все-таки выиграть нам удалось только по лотереи С помощью пенальти Ну то есть ты стала главной героиней Я так понимаю Ну можно сказать нет Потому что все наши игроки Забить пенальти это тоже очень сложно А я всего лишь помогла им это сделать Впрочем Становова лишь одна из нескольких футболисток Дубля Кубаночки, которые выиграли золото Вообще костях сборная края Воспитанница именно этой школы Одна из самых ярких Виктория Шкода Несмотря на веселую фамилию Игрок очень серьезный Крайний защитник свой пенальти в финале реализовала Но запомнилась ей не эта подготовка к турниру И празднование победы Получилось так, что тренер в меня не верил Ну я все-таки забила Это хорошо, что мы победили Мы даже от радости плакали Кстати, с соперницами по тому матчу С футболистками Московской области Кубанская команда в финале встретилась В третий раз подряд И впервые смогла победить Мы готовились, как бы не переставая Сосредотачивались И хотели Жаждали победы И наше хотение, стремление Помогло нам На клубную тренировку девушки Медали первенства не приносят Говорят, что повод для гордости есть Но праздновать пока рано Шутят Женский чемпионат России Среди клубов в самом разгаре Вот выиграем награды с Кубаночкой Тогда и можно отметить Михаил Самойлов, Иван Полехин Михаил Боиправ Кубань-24, Краснодар В общем, как вы понимаете Масса поводов футбольных На этой неделе о спорте поговорит Но есть, конечно же, и другие Вот, например, хоккейный регулярный чемпионат КХЛ стартовал А значит, стартовал в нем и наш Сочи Первый матч для Леопардов Получился победным Кубанская команда провела его на домашнем льду В гости приехала Тольяттинская Лада Леопарды открыли счет в середине второго периода Отличился Николай Жердев с передачей Викторикунова В начале третьего игрового отрезка Гости положение выровняли Но через пару минут Андре Петерсон Вновь вывел Южан вперед Закрепил преимущество сочинцев Михаил Анисин Он реализовал выход 1 на 1 с голкипером И тут же, 10 секунд спустя Тольяттинцы вновь отставание сократили Но последнее слово осталось все-таки За игроками нашего клуба Сказал это слово Петр Счастливый 4-2 в пользу кубанского коллектива После третьего забитого гола Вроде кому-то показалось Что все матч Уже можно доигрывать спокойно Но за это нас соперник наказал И в принципе это последние Минут наверное 7-10 Соперник доставил нам Достаточно хлопот Но к счастью мы смогли выстоять и победить Добавлю, что за первой победой В первом матче КХЛ Следили 5,5 тысяч человек Не рекорд конечно же Но тоже неплохо Но кстати еще больше зрителей 6 с лишним тысяч Пришли на вторую игру Домашней серии Сочинцы сражались С одним из сильнейших коллективов страны Сакбар Сам первый период прошел При явном преимуществе Южан Они вдвое перебросали казанцев Однако шайба в ворота не влетала Гол случился во втором игровом отрезке Но в исполнении гостей Отличился Альберт Ярулин Больше зрителей Ледового дворца Большой голов в этой 20-ти минутки не увидели Хотя хозяева снова владели Заметным превосходством Сравнять счет они не смогли Не получилось этого сделать И в заключительном периоде Который опять же прошел При большом преимуществе хозяев 0-1 поражение Леопардов Первое в сезоне Итак, два домашних матча КХЛ позади Впереди третья встреча стартовая серия Она также пройдет в Ледовом дворце Большой в понедельник В гости к южанам Пожалуй, один из самых неудобных соперников Ярославский локомотив С железнодорожниками сочинцы В прошлом сезоне встречались Сразу же шесть раз И четыре матча завершились в пользу Лока Всего дважды сильнее оппонента Была наша кубанская команда Ну а теперь пара слов о том Что ждет вас впереди Через несколько минут Наша традиционная рубрика Герой недели В ней вы увидите интервью С Кристиной Казанцевой Одной из лучших молодых теннисисток страны И о своем настольном теннисе Кристина расскажет И о том, как с папой тренером ругается Я вас уверяю, будет интересно Но перед тем, как познакомиться с Казанцевой Давайте познакомимся с одной из самых популярных игр в мире Которая пришла и на Кубань Станица на Тухаевской под Новороссийском Начались занятия по гольфу Я подчеркну, это не мини-гольф О котором мы уже рассказывали А настоящий Большой гольф Пока учатся, можно сказать Учителя на специальном семинаре Осматривают поля Знакомятся с правилами Практику и теорию Пришлось пройти и нашей съемочной группе И наш корреспондент Евгений Ризник Теперь знает о гольфе практически все И с нами сейчас все информации поделится Эти люди обычно находятся по другую сторону баррикад Они преподаватели физкультуры Можно сказать, вернулись в прошлое И вновь сели за парты Уже несколько дней 34 школьных тренера по физкультуре Изучают особенности игры в большой гольф В нескольких километрах от Новороссийска Вид спорта этот для нашего края Во многом пока экзотический Но уже в ближайшее время Ситуация должна измениться Их задору и желанию можно позавидовать Например, Галине Исаевой из Крымска Настолько понравился гольф, что она решила Останется здесь и дальше Поиграв здесь, уже на практических занятиях Была теория, практические занятия Уже пройдя практические занятия Я поняла, что это действительно очень интересно И я бы хотела сама заниматься этим вплотную Нет максимально морального напряжения Люди участвуют в совершенно разные комплекции И по каким-то характеристикам И рост, и вес, то есть абсолютно и возраст Нету никаких ограничений Это очень прельщает А вот Игорь Росинский из Славянского района уверен Гольф обязательно придется по вкусу детям Новые движения Естественно, свежий воздух, поляна Все это способствует, можно сказать, проведению занятий Особенно, я думаю, это будет интересно очень детям Поэтому очень много подводящих непосредственно упражнений Непосредственная работа на грине Я вообще как бы была в другом виде спорта И, так сказать, вот такой вот именно Работы мышцы, при этом какое-то, знаете, расслабление Умственной деятельности я еще не встречала Расслабиться тут есть где Масштабы поля поражают Комплекс состоит из трех тренировочных полей И основной площадки для игры в гольф На поле под названием Драйвинг Ренч Гольфисты отрабатывают дальние удары Затем настает черед Пакин Грин Участка площадки, где уже видны лунки Здесь газон максимально короткий Больше похожий на ковролин, нежели на натуральный Но главная гордость клуба Непосредственно главная гольф-площадка За моей спиной вы видите стартовые ти Их три Верхние стартовые ти для джентльменов Фору получают леди Поэтому это вторая ти И чуть ниже за дорожкой вы видите еще одну А это для юниоров Трудно поверить, но еще несколько лет назад Здесь был песок и болото А уже сейчас красуются живописные деревья И растекаются озера А вместе с ним скоро будут красоваться и кубанские гольфисты На гольф-поле каждый спортсмен Выходит в незаметный, на первый взгляд, амуниции Как правило, это поло с поднятым воротником Чтобы не сгорала шея за несколько часов игры Ну и поло это должно быть заправлено в шорты Чтобы не продувало спину Ну и, конечно, бейсболка Ничего не должно помешать нанести точный удар Для точных ударов на гольф-поле Размер которого, кстати, уже сейчас достигает 120 гектаров Функционирует 9 лунок Это всего лишь половина от площадки Соответствующей всем международным нормам Для строительства остальной части Уже заготовлена территория Нужен лишь инвестор Но, думается, с тем энтузиазмом С которым люди здесь подходят к делу Это лишь вопрос времени Евгений Резник, Виталий Василенко Кубань-24, Новороссийск Теперь я понял, почему наш корреспондент Евгений Резник Ходит в майке полно заправленной в шорт И постоянно в кепке Вот в этой с какой-то клюшкой Это в гольф наигрался Да, ну а мы все-таки вынуждены с вами попрощаться Впереди остается лишь традиционная рубрика Герой недели И героиней этих семи дней Была российская теннисистка Очень перспективная спортсменка Из Краснодара Кристина Казанцева Несмотря на свой юный возраст Кристине всего 14 лет Еще раз повторюсь Она очень перспективная И мастер своего дела У нее уже есть Два серебра чемпионатов Европы Командное золото Чемпионаты Европы В общем, мы сейчас из студии уходим А Кристина на ваших экранах остается Да, через две минуты после рекламы Герой недели Кристина Казанцева Ну а мы, Мария Фолькова И Константин Первинов Вынуждены с вами попрощаться Пока Я когда начала тренироваться Мне было 5 лет Я жила в Оренбургской области Есть город Сорочинск Он не маленький Но там хорошо теннис развивался Там практически лучшая школа была в России У меня была лучшая подруга Она жила со мной во дворе Вот И мы с ней вместе все время гуляли Она решила пойти на теннис Мне было без нее скучно Ну и я решила пойти за ней Потому что я не знала, что мне делать без нее Как вообще Вот, вот так И потихоньку начала тренироваться у других тренеров Ну мне нравилось, я ходила Ну и вот постепенно мы приехали в Краснодар И я начала тренироваться у своего папы Мне было очень тяжело Потому что он от меня много требовал По сравнению с другими тренерами Я не знала, что делать Даже плакала на тренировках Вот, мы с ним не ладили Но постепенно все в норму пришло На самом деле я очень долго не могла взять ракетку правильно Меня тренер ругал Я даже плакала из-за этого У меня не получалось это делать Я не знаю Меня очень долго, я помню, заставляли Где-то дня 2-3 ушло точно, чтобы правильно взять Я не могла Все деньги сразу взяли У меня не получалось Первые успехи появились, наверное, когда я переехала как раз в Краснодар Я уже намного добавила, когда приехала сюда Вот, и, наверное, первые мои успехи были лет, наверное, в 10 или в 9 Примерно так Когда я поехала на топ-24, ну, 24 сильнейших игрока России По 2000-му возрасту Я заняла первое место Ну, там было очень тяжело Получается, первые практически серьезные соревнования Вот Ну, все получилось Дальше я тренировалась, тренировалась Меня приглашали на сборы сборной России Вот, я, получается, топ-12 следующий выиграла То же самое, только 12 сильнейших На России заняла, не помню, третье место вроде И я поехала на, так называется, Европа по маленьким еще Ну, не Европа, ну, как бы, можно так назвать Вот, я там заняла второе место И, как бы, ну, следующий возраст опять все получалось Хорошо играла Тоже второе место заняла еще раз там И вот сейчас в этом году я вышла как раз из тех маленьких, которые были На этой Европе мы заняли первое место в команде И я третье место заняла в смешанной паре с мальчиком Вот Вот, в личном я проиграла за выход в медали Там получился очень хороший матч Он мне понравился Ну, как бы, папе тоже понравилось, как я играла Ну, на самом деле, немножко не хватило мне, ну, до победы В следующий раз сделаю выводы и постараюсь выиграть На самом деле, вот, у меня не было таких обидных поражений Бывает то, что, наоборот, я, ну, как бы, обидно выиграла соперника Вот, это было, ну, года два-три назад, наверное Когда я играла с девочкой из Пышмы Она вела 2-2 и 10-1 Я выиграла 12-10, и все, я выиграла в треть Я считаю, что наше детство – это бегать на улице, играть в прятки А у меня все детство прошло на тренировке И поэтому мне хотелось бы все-таки иметь детство, как у нормального, обычного ребенка Очень много пропустила в школе Мне хочется все это знать, потому что очень тяжело, когда Ну, вот, ты не знаешь половину И придется как-то выкарабкиваться, когда будут сдавать ЕГЭ, ГИА Но, тем не менее, ты вот эту жалость заменяешь наградами из чемпионатов Европы, из чемпионата России Да, ну, просто я считаю, что я могла бы больше приобрести знаний, если бы занималась больше Очень тяжело, на самом деле, заниматься, потому что школа еще есть Я уже в 8-й класс перехожу, мне много уроков задают Но это очень тяжело, потому что тренировки целыми днями, еще и школа, и уроки делать Как бы не выдерживают такую большую нагрузку В школе у меня очень сложно, я учусь в лицеем Учителя постоянно меня ругают, говорят, какая я плохая, что я не хожу в школу Они меня не понимают Я прихожу, они говорят, вот, давай сдавайте, нужно много сдать Кричат на меня Я стараюсь не слушать, но все равно это очень тяжело, когда к каждому учителю приходишь И каждый тебе все время одно и то же, какая ты плохая, что ты не ходишь в школу Все время, ну, думают, что я школу прогуливаю Ну, что, не ешь на соревнованиях, даже наклассники мне так говорят Вот, ну, я стараюсь, как бы, в школе отдаваться на 100 и в теннисе на 100 отдавать На 100 на теннис для меня, конечно, на первом месте Но я все-таки хочу еще в школе учиться хорошо, чтобы не запускать Вот, получить образование хорошее Но в будущем, конечно, будет очень тяжело и учиться, и теннис играть Папа сразу сказал, что он меня будет тренировать Я считаю, это правильно, что он меня тренирует Потому что он всю ответственность берет на себя То есть он все, как бы, делает, как правильно Нельзя от халяви, он все по своей совести делает А если другой тренер, может быть, не так тренировал меня На самом деле мне очень сложно, что папа мой тренер Потому что все время вот он ругает меня Нет, я все-таки и папа, и тренер, да Это как раз и сложнее Больше я для нее-то все-таки и папа, и тренер Потому что как раз здесь сложность заключается в том Когда детей тренируешь своих Они нас расценивают, в том числе и родителями И здесь где-то, когда надо построже То есть ребенок должен дисциплинированно выполнить задания А когда стоит папа рядом и требует вот этой строгости То здесь как раз от них У них часто немножко на уровне подсознания Нет такого, что я должна выполнить А тяжело, но должна выполнить То, что сказал тренер Здесь тренер папа, то есть где-то можно покапризничать Я обижаюсь до иногда И когда домой приходишь Не хочется даже разговаривать с ним Для меня папа на тренировке папа Я не могу принимать его как тренер Я даже разговариваю с ним как с папой Могу в ответ что-то сказать У нас на самом деле в моем возрасте четыре девочки Они все очень хорошо играют, но я еще трое Одна из Москвы, Рупа, Лина Другая из Самары, Тайлакова, Маша И третья из Ленинградской области, колледж Настя Мы всегда друг с другом боремся Нам очень сложно друг с другом играть Мы не хотим, потому что мы постоянно друг с другом играем Это очень сложно, потому что в нашем возрасте В 2001 год мой возраст В Европе мы самые сильные четверо Для меня вот этот сезон вообще выдался очень хороший Я и по взрослым играла хорошо И по своему возрасту неплохо играла Но я все-таки ставлю себе более высокие цели С Европы попасть на мир Падает один человек от страны Ну в четверке кто будет Но у нас очень, я говорю еще раз, высокая конкуренция Четыре девочки То есть считаю, нужно занимать первое место Чтобы попадать на этот мир Никак иначе Другим легче, потому что один от страны Может только играть на мире То есть получается, если они даже с пятого по восьмое займут Они поедут А из нас в четырех только одна будет выбираться Вот я хочу попасть на мир Занять в команде там еще высокое место Но там на самом деле на мире не сложно Первое, второе точно наше будет Вот Ну у меня более высокие цели Поэтому я всегда максималист Ну на самом деле в теннисе у меня нет кумира Мне просто нравится, как играют китайцы Например, Малонг или Ди Нин Ну они очень хорошо играют Все время смотрю за ними Ну не повторяю, а просто смотрю по телевизору Как они играют Кого они выиграли, кому проиграли Очень интересно смотреть, как играют китайцы Они намного быстрее нас У них сложнее игра Они говорят, что в то время, как мы играем Они могут выпить чашечку кофе и все Ну на самом деле европейцы Очень медленнее, чем китайцы Поэтому у нас практически нет вариантов у них выигрывать Я не могу себе представить жизнь без тенниса Мне кажется, она была бы очень скучна У нее очень редко бывают встречи ее легкие То есть она играет часто Ну как бы сейчас понятно, будучи забравшись Как игрок сборной команды страны Она играет первенство страны в своем возрасте Первенство страны с более старшим возрастом Плюс ее международные турниры Уровень конкуренции Вот на тех турнирах, на которых она играет Очень высокий Поэтому, соответственно, равные соперники Там надо каждую встречу выкладываться Кристина немножечко, она такая Она медленно запрягает, скажем так, встречу Поэтому все время у нас как бы достаточно поединки-то короткие Такие, вот Здесь включиться нужно вовремя Чуть-чуть вот у нее здесь Ну в силу темперамента ее Немножечко она поздновато включается И все время к финалу встречи Там на равных все А это всегда нервы Поэтому здесь я, конечно, очень переживаю за нее часто Но она тоже, безусловно, переживает Ну, она молодец В плане каком, что Ну, чаще всего у нее получается выходить там С победой из таких концовок Ну, это уже в том числе и потому, что работает много на тренировках Опыт у нее большой Плюс способности, безусловно, талант Я хочу дома отдохнуть от тенниса Потому что я очень много провожу в тренировках времени Я хочу отдохнуть и поговорить о чем-нибудь приятном Теннис просто уже немного надоедает А папа все время про теннис, про теннис, про теннис Мама ему уже говорит Успокойся, а он все равно продолжает Я люблю фантастику Ну, вообще, бегущий в лабиринте Там рассказывается про мальчика, который тоже попал в неизвестный город И он хотел выбраться Также поставил себе цель Все время, с каждым днем находил все зацепки, зацепки И выбрался из этого лабиринта Там тоже, как бы, схожая книга со спортсменами Получается, ты ставишь себе цель выбраться, допустим, из такой-то стадии Хочешь подняться на волю, в высокую стадию И вот ты ставишь цель, и каждый день находишь, находишь, находишь И, получается, в какой-то день ты все вот выиграл И, получается, у тебя все получилось Ну, похожая книга с теннисистом Ну, она такая девочка чувствительная Поехала она на соревнования, и тогда еще в Казань Первое ее соревнование, когда мы с мамой привели в автобус Ее посадили, и она поехала одна Ну, с тренером, естественно, с делегацией, да Ну, без родителей и без меня То есть, и потом звонит тренер и говорит Вот, там, хорошо сыграла, выиграла сильную девочку И обе плачут Обе плачут Вот, причем, почему плачут? То есть, понятно, девочка проигравшая, понятно, плачет, ей обидно А Кристина почему плачет? Потом она уже приехала Я говорю, Кристина, ты почему плакала? Она говорит, ну, не знаю, так эмоционально Я такую сильную девочку обыграла В такой борьбе тяжело И вот, как бы, с нее слезы на вас Я стараюсь сдерживаться, чтобы в следующий раз быть спокойнее Как бы, чтобы сильно не радоваться И потом будет тяжело переключать эмоции Нужно спокойно реагировать, чтобы, например, настраиваться на следующую встречу А то ты так вот вдруг сильно порадовался И потом уже тебе будет тяжело перестроиться на следующую Я стараюсь спокойно проситься Я очень хочу в будущем хорошо играть в теннис Вот, чтобы мои дети, ну, гордились, как я играю в теннис И говорили, вот, мама хорошо играла И пример хоть какой-то подавать детям своим Чтобы родители, ну, тобой гордились Чтобы время не приходило впустую Хотелось, чтобы была какая-то польза Ну, на радость себе заниматься Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!